Дело в том, что это было в Ждала Михайловске. Мы ели уже ночью, выпивали, докусывали, и вдруг вошли еноты. Еноты пришли, их много, причем они начали по мусоркам копаться. Я смотрю, а еноты не такие, как мы привыкли видеть, а они темнее, темные какие-то. Есть вот эти полосочки, все нормально, но они темные. Я подумал, неужели у молодых енотов окраска темнее, чем у взрослых. Я никогда этого не читал. Еноты очень трогательные. У них ручка, как у ребеночка. Ему даешь что-то, и он берет лапкой. Очень трогательно берет. Мы их накормили, ласкали. И тут, смотрим, пришла мама. А мама абсолютно классический енот. Нормальный, как вот с полосатым хвостом, с этими самыми. И я действительно думаю, наверное, я какое-то научное открытие сделал. Что у нормальной совершенно окраски мамы темные дети. Вот. Но потом меня совсем потрясло. Потом пришел папа. А папа был енот-меланиси. Он черный, как деготь. Вот енот, только абсолютно черный. Вот как бывает эти самые, черная пантера, а это черный енот. Вот. Идет вот такой, лапами перебирает, глаза горят. И весь черный, как дьявол. Вот. И я понял, почему. Он сначала детей послал. Если детей не побили, то он бабу свою послал. Вот. Если и с ней все нормально, то он сам вышел. Потому что, видимо, ему досталось. Потому что, ну, выглядит уж страшно совершенно. Из тьмы выходит вот это вот, вот это вот исчадие ада. Такой черный. Вот. Но мы его накормили. Так что вот так вот я видел в горах Кавказа, черного енота. Спасибо, Андрей. Черный енот. Черный енот. Отлично. Ура. Бра.